Особенность всех приматов хватает наконечность, позволяющая активно обживать мир древесных кромок, перемещаясь не только по крупным стволам, но и обхватывая самые тонкие ветки ради бога. Важно, чтобы прочность веток была достаточной, чтобы выдержала. Хорошо. Скажите, при таком движении выступающие загнутые когти будут помогать им мешать? Мешать. Поэтому у подавляющего большинства приматов и у всех настоящих обезьян когти заменяются на плоские пластинки, которые будут называться ногтем. В чем разница между когтем, ногтем и капутом? Вот если нарисовать и кончик пальца вот так, это, допустим, какая-нибудь кошка, это человек. Значит, ну, что у кошки происходит при образовании копыта, можно нарисовать. Значит, на самом деле, живые клетки, образующие когуть, ногу, телекопыта, находятся вот здесь, под складочкой кожи. Вот зона, где сидят живые клетки, производящая, производители рогового вещества, кератина. И дальше образовалась кератиновая пластина разной формы. Если вот здесь все время, с данной стрелочкой, добавляется все новая и новая опция, куда будет конец выдвигаться? В какую сторону? Вперед. Значит, вперед, вот так выдвигаются пластины. Но возникает серьезная проблема. Дело в том, что связь с организмом только вот здесь. Значит, ну, если мы вот здесь связь не укрепим, вот в этом районе, такая пластинка при малейшем давлении просто оторвется, она будет вырвана из кожи. Поэтому, под этой зоной, вот здесь, возникает достаточно сложная и интересно устроена контактная зона. Здесь живые клетки, которые образуют тонкие-тонкие ткани, идущие от роговой пластины вот сюда, вглубь живой ткани. И фокус в том, что эти кежи медленно, но могут перемещаться, раздвигая остальные клетки. В результате, пластина оказывается надежно пришитых пальцев. Но вот здесь, под ними, оказался совершенно особый слой ткани, которых в другом месте нет. В результате, вот у нас здесь живая клетка нормальная, вот здесь это контактная зона, ни на что не похожая, а вот здесь, вот, собственно, роговая пластина. Да? Если посмотреть спереди, это вот, 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 роговая пластина. Да? Заткнутая, как правило, крючком, вот так, сгибается. А вот это, все, под нее контактная зона. У нас что с вами происходит? А у нас просто пластина, это вот так, распрямляется, и контактная зона совсем тоненькая. Если вы посмотрите с внутренней стороны под ногой, так, там у вас не кожа. Вот там у вас как раз тонкая серпообразная полосочка. Вот это контактная зона. Крайне чувствительная, очень болезненная, очень нелюбящая, чтобы ее травмировали. Как раз на этой контактной зоне нотевая пластинка выдвигается скользить вперед. Так что ноготь – это видоизменная комната. Это для большинства приматов характерно как раз ногтем.